Добрый день, шановные телеградачи! Добрый день, уважаемые телезрители всего мира и всех, кто нас видит! Сегодня мы находимся в городе Киеве, Украина, в украинском доме на телевидении ТБ-7, где собрались общественные деятели и беженцы. И тема нашего сегодняшней встречи посвящена беженцам, посвящена Украине, посвящена четвертому году необъявленной войны против свободы личности. И мы зададим некоторые вопросы, на которых не получили за это время ответы. Меня зовут Расулов Руслан, я народный мусульман Украины, глава с украинского громадского политического обведения Майдана. Разговаривать мы будем сегодня на русском языке, потому что трансляция ведется во все страны мира. И русскоязычное население нас должно понять и услышать. Мы акцентировали тему и пригласили сегодня в студию тех людей, которых я знаю давно, по Майдану в том числе, и правозащитников. В основном правозащитников и беженцев, которые по политическим мотивам или по своим мировоззренческим мотивам оказались в Украине. И они расскажут о тех событиях, которые касались непосредственно их. Я хотел бы начать с того, что этот круглый стол или эту пресс-конференцию мы вынуждены были назначить как можно быстрее. Почему? Потому что за последние две недели ко мне было порядка 200 или 250 телефонных звонков от беженцев, которые знали меня еще четыре года. в 2014 году на Майдане. Тогда, когда мы открыли комитет по правам беженцев, по помощи, по помощи беженцам и переселенцам сразу после того, когда из Крыма появились первые беженцы в Украине. Я называю это с началом войны. И эта программа, ее целью является освещение этой проблемы беженцев не только в Украине, но акцент мы будем делать сейчас именно на Украине, потому что прошло три с половиной года такое подведение итогов небольшое, но и будет связано с беженцами, которые сегодня находятся во всех странах мира или вынуждены были находиться во всех странах мира, которые сначала попали в Украину, потом не получили здесь помощи или по каким-то причинам не оставшись, вынуждены были выехать в другие страны. Где в принципе они уже сегодня получили этот статус беженца и являются уже полноправными членами общества. В свое время Блес Паскаль сказал, что если из Франции уедет 300 лучших людей, она превратится в страну идиотов. Я утрирую и насказательно могу сказать, что обычно из стран, в которых возникают проблемы, бегут люди, преследуемые по определенным мотивам. И большинство из них это по своим религиозным или по идеологическим, в основном это по идеологическим вопросам или по политическим мотивам, или из-за преследования, или из-за страха быть уничтоженным, как самим, так и семьям. Я это почувствовал на своей семье, когда в 1993 году моя мама и моя сестра, находившись тогда в городе Душанбе, Таджикистане, потому что моя мама была в Советском Союзе отправлена туда поднимать культуру населения, и делиться культурой русскоязычного населения. И тогда это было все хорошо, в 1964 году проблем никаких не было. А в 1992-1993 годах она явилась. И когда они бежали вынужденно, потому что против славянских народов была направлена агрессия, она была направлена в формате уничтожения не разговоров, не ограничения прав, а именно в формате уничтожения, то, возвратившись на Украину, с которой она приехала, она столкнулась в 1993 году с тем, что ей не дали возможности ни гражданства, ни понятия беженцев, этого не было в 1993 году. Я акцентирую ваше внимание на то, что это происходило в 1993 году. Моя мама заслуженный учитель Украины, к сожалению, покойная, и ее в том городе, это Славянск Донецкой области, знали все. У нее было 11 выпусков, ее учительницу. То есть, по сути, общественного деятеля знали все, с ней здоровались, с ней говорили, но статус она получить не могла. А получила гражданство уже только потому, что за нее заступились, или, правильно сказать, промолвили слово в телефонном праве. Есть такое право. Подняли трубочку, позвонили, и там пошли на встречу. Это гражданин Украины, который в свое время, тогда Советского Союза, у нас не было гражданина Украины и Советского Союза, но в 1991-1992 году, оказавшись по медицинским показателям в городе Душанбек, в 1993 году отказали от гражданства. Я это не афишировал никогда, не говорил об этом. Сейчас это можно назвать преамбулой нашей сегодняшней встречи, о том, что уже при распаде Советского Союза возникли эти проблемы. Мое отношение к проблемам беженцев связано не только с тем, что это моя семья пострадала, а связано с тем, что я могу себе, как военный аналитик, представить, как я бы оказался в любой другой стране, не имея ни документов, ни возможности и права на работу, на достойную жизнь, ну и вообще обладать теми правами, которые, в принципе, в каждой стране по Конституции написано, в которой стране есть Конституция, либо по декларации, по конвенции, по соответствии с Конвенцией. Тут у нас есть правозащитники, я думаю, они больше скажут, потому что я не юрист. Я хочу вам напомнить следующее. Как общественные деятели, как народный мусульман Украины, я вынужден был взять с собой представителей Юрия Изо и Сергея Сокорчука и по их инициативе проехать управление Верховного комиссара ООН в Украине для того, чтобы в действительности подтвердить те проблемы, которые были по факту связаны с их делами, они об этом расскажут. Я туда приехал как общественный деятель. Я могу сказать, что это было позавчера, я вынужден был встретиться не с руководителем и не с руководителем департаментов даже, а с обычным представителем этой группы, который встретил нас в коридоре, в фойе, где был охранник, где задавались те вопросы, которые третий или четвертый уши не должны были вообще облить, слышать. То есть это индивидуальная информация. Нарушение на нарушении было и это было в структуре, которая представляет организацию объединенных наций. Я в свое время имел такие же проблемы, не формата имеется в виду, не подтвержденного формата, то, что заявлено в средствах массовой информации или на сайтах, или в документах соответствующих департаментов или организаций, их фактическому действию. И меня очень поразил цинизм, особенно поразил цинизм руководителя этой структуры. Я не буду его там обвинять сегодня в чем, я просто констатирую факт. Потому что даже охранники в структуре организации объединенных наций в Украине, то есть в моей стране, в Киеве, в моем городе не имеют опознавательных знаков. То есть говорит, ни бейджиков, не вообще понять. Когда их попросили представиться, я сразу приехал, я представился, передал визитку, так как это положено, потому что я же пришел на прием. Мы перед этим созвонились за неделю. Мой секретарь звонил в эту структуру. Нам назначили в приемный день. Мы приехали в приемный день, в среду, в 10 часов утра. И в результате мы оказались просто в коридоре, в фойе. И поэтому сегодняшнее заявление группы Верховного комиссара ООН в Украине, я думаю, имеет место и факт того, что не выполняет соответствующим образом то, что задекларировано. Но я передам своим коллегам потом возможность это рассказать. И вы тогда это услышите воочию. Цель моего заявления очень проста. Проблема беженца в Украине актуальна. За три с половиной года, кроме добавления проблем самим беженцам и непосредственно общественным деятелям или тем структурам, которые должны заниматься беженцами, оно просто усугубилось и увеличилось. Увеличилось в разы. По статистике могу привести статистику ООН по 2007 и 2010 году. Так мне мои аналитики привели две цифры. Что у нас в 2007 году беженцев было всего лишь 11 миллионов, с пластиком 11-200. То уже в 2017 году их 60 миллионов. То есть я констатирую сухие факты. То есть в 6 раз беженцев в мире увеличилось за 10 последних лет. При этом бюджет этой организации увеличился в 6,5 раз. У них было порядка 1 миллиарда тоже с хвостиком. Я не помню цифру. Это сейчас 6,5 миллиарда. И количество стран увеличилось тоже порядка, по-моему, на 26-28 стран, которые у себя в странах создали группу Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Это тоже увеличилось. То есть я могу сказать о тенденции, что в мире, и для меня это не хаотическое решение вопросов, а в действительности это спланированное и планомерное. Кто-то за этим стоит. И вот я хотел бы задать вопросы и получить на них ответы и с помощью коллег моих в студии, и вообще задать каждому, кто нас сегодня видит и слышит. А что же происходит вообще в мире на примере Украины? И какие тенденции происходят в Европе? Какие тенденции происходят в Америке, Африке и на других континентах? Чтобы мы видели эту тенденцию либо закономерной, а она есть закономерная, я могу сейчас об этом сказать, либо просто в действительности стечения обстоятельств. Но так, чтобы стечения обстоятельств были по 126 странам, я сомневаюсь, что может кто-то прийти к такому выводу. Мое желание и пожелание к всем структурам, которые помогают беженцам. Вообще им большое спасибо и общественным организациям за это, и волонтерскому движению всех стран, которые помогают беженцам сегодня. Потому что на Майдане, когда в 2014 году еще не было организовано ни Крымсос, ни Донбассос, в моей интернациональной сотне был сформирован комитет по помощи беженцам и переселенцам. И в конечном итоге потом под нашим управлением и помощью оказалось больше полутора тысяч беженцев. Это пять центров было организовано. И тогда, когда администрация города не была готова к тому, что граждане Украины, тогда прибывающие из Крыма, потом в Донецкой и Луганской областях, в таком количестве нахлынув в столицу для оказания помощи, мы вынуждены были выдавать от Европейско-Азиатской Ассоциации управления проектами, потому что в свое время представлял Украину во многих странах мира, выдавать справки и удостоверение, временное удостоверение переселенных и беженцев, потому что другие организации на это не отреагировали. Благодаря нашим справкам после этого на Комарова-7 в городе Киеве люди получали справки уже от государственных учреждений. Тогда их распределяли. Но без этого первого полчка этот барьер чиновничества преодолеть было невозможно. Это проходило и с моими друзьями, и с моими коллегами, и вообще незнакомыми людьми, которые на вокзалах мы находили. Была группа волонтеров, которая специально для этого ездила. Это были маленькие дети, это были голодные дети, это были грязные люди, которые интеллигент, интеллигенция. Вообще просто мы не берем сейчас сословие, мы говорим о том, что через 2-3 дня нахождения на вокзале человек уже не похож становится на человека, он уже становится похож на антисоциального элемента. А через месяц он уже вообще может превратиться в бомжа, как мы это называем. Поэтому я сегодня вас познакомлю с гостями в нашей студии, и каждому из них предоставлю слово. Повторюсь, тема сегодняшней нашей встречи – это беженцы. Итак, у нас в студии сегодня Юрий Шулипа, юрист и директор Международного фонда эффективной демократии. Он жил до недавнего времени в Москве, был участником революции, он об этом расскажет, и теперь он гражданин Украины. Он знает меня с момента Майдана, я его тоже знаю. Активный правозащитник и деятель в свое время Российской Федерации, а теперь хроматский деяч Украины. Юрий Ризо – беженец из России, правозащитник по политическим и мировоззренческим мотивам. Об этом он сам расскажет. И Сергей Сахарчук – правозащитник и политический беженец из России. Я, наверное, думаю, что мы сначала предоставим возможность высказаться ребятам, которые непосредственно в своей шкуре почувствовали, что такое понятие беженец, а потом этот вопрос уже тогда открепили. Хорошо? Спасибо большое, Юрий. Хорошо. Я, наверное, в связи с тем, что вы начали с давних беженцев 1993 года, я скажу, что я был участником... В тот момент я был внедрён работать в Московский совет, и я видел, как пошли эти беженцы из Азербайджана, из Таджикистана, из Чечни. И могу... И сейчас в России практически... Ну, она, наверное, богаче была за счёт своих нефтяных и газовых доходов. Вопросы с теми беженцами, кто успел нормально, формально зарегистрироваться, они были решены. Кто просто отсиживался где-то сбоку, с припёгу, ну, тех... Некоторые не решили свои вопросы. Не скажу, что они там решались полностью законным образом, но вот по сравнению с Украиной, ну, вы знаете, о России это бред. Я её называю сатанинской мракобесией сейчас, когда я уезжал, она ещё была бандахерей этой москалёнской. А, значит, там всё-таки правит одна банда, и одна банда вот такие вопросы, по крайней мере, документирует. Она, по крайней мере, на неформальном уровне скажет, что ты дадашь мне половину с того, что получишь, и причём это делается на уровне продавцов квартир, а не беженцев. И поэтому ты решишь свой вопрос. Слушай, если будешь упираться, тогда не решишь. А здесь вообще за каждую мелочь пытаются, в общем-то, тебя гнобить и держать в состоянии заложника. И больше того, я замечаю, что воины, они находятся в самом ущербном состоянии у нас, они просто не могут. Я не брал в руки оружие. Я, в конце концов, могу приехать и вернуться в эту Россию. Я, в конце концов, там, ну, для прикрытия, не для прикрытия. Я явлен умалишённым. Значит, я, в конце концов, вот сижу, ну, неизвестно сколько, отсижу или меня там уморят, но меня, по крайней мере, не будет убивать население. Могу сказать, ну, дурак, что с меня взять, правильно? А люди, они взяли в руки оружие, и тут любая мать, которая встретит, у меня погиб сын, она их убьёт. Так вот наши даже не те, кто... Вот я, который более или менее нейтральный, люди, которые воевали за Украину, они не могут получить себе ни гражданство, ни какого-то документа, но зато они сразу попадают под влияние вот этих криминальных авторитетов. Если у нас Аваков, я, по крайней мере, считаю, что он какой-то дезорганизатор милиции, полиции, организатор каких-то злочинских формирований, вот, пожалуйста, у него есть эти боевики, он завтра их соберёт, соберёт этот Азов, будет захватать власть и делать всё, что хочешь. Ну, в России, в бывшей России правит одна банда. А здесь всё... Страна, которая говорит, да я в Европе, я в безвиз. А в обмен на безвиз, она что принесёт? Преступность. Вторая волна беженцев в России появилась с Украиной. А тут, действительно, с ними поступили очень жестоко, очень цинично, но всё равно по тем законам, которые им указали. Им сказали, езжайте вымораживаться во Эмико. Кто захотел, поехал вымораживаться. Кто не захотел вымораживаться, тот, значит, вернулся в Украину. Но издевательств, которые здесь были, не было. Документы их, насколько я понимаю, дали. Им дали привилегии при поступлении детей. Там, наоборот, местное население было недовольно. Ну, моим негде учиться. А зачем тут другим беженцам? Ну, вот. Ну, теперь, значит, я перейду к Украине. И вообще, как я вижу общую проблему? С одной стороны, это проблема формы. Мы почему-то употребляем совершенно не те термины происходящего. Применяем происходящие не те термины. А в результате этих терминов народ вводится в заблуждение, и мы делаем не те выводы. То есть, у нас что происходит? Война или антитеррористическая операция? Война против кого? Против майдановцев? Тогда это не война, а бойня. Или против захватчиков? Получается, пока что люди стравливаются между собой. Власть решает... Хорошо бы власть. Власть-то я на Украине вообще-то не вижу. Я вижу криминал. То есть, вообще, я прихожу к выводу, что идет планомерное или не планомерное, скорее всего, что кто-то понимает этим руководить, а кто-то стихийно подчиняется экспансии криминала, экспансии злочинства. И вот эта экспансия злочинства отсюда и из Украины, она поползет на Запад и по всему миру. Ну, ясно, что ее подгонят вообще. Как я понимаю, в управлении существуют два центра. Один притягивающий, один подгоняющий. Вот подгоняющий центр – это Кремль. Привлекающий центр – это западная, как бы, цивилизация. Ближе к беженцам. Хорошо. Потому что у нас тема все-таки беженцы, а потом... Вот ближе... Свой вопрос. Расскажи свой вопрос. Ну, мой вопрос в период пяти здесь вот такие. Что я приехал на Украину в ноябре 2014 года и до марта месяца я еще наблюдал благоприятные последствия Майдана. То есть документы принимали, суды как-никак работали. Дальше они начали работать только в том случае, если какое-то моральное давление на них оказывалось. Ну, а в результате я понимаю, что они вернулись в то состояние, что не работают никак. Значит, на уровне миграционной службы... Ну, я не особо добивался здесь каких-то регистраций, потому что, ну, по личным соображениям. А вот на уровне... То есть вопрос зависший. Зависший на вечные времена, на процессуальном уровне в Верховном суде. Что... А миграционная служба тем временем лишает действия, удостоверения о том, что я обратился за защитой беженцев. Зачем лишает? Отчитель непрямым языком дай на лапу. Не дал на лапу, значит, мы тебе не продляем. Ну, а не продляем, вообще говоря, не скажу, что я не могу жить, но формально на работу не пойдешь. Значит, устраиваться жильем тоже только неформально. Значит, помощь нигде получать не будешь, почтовую корреспонденцию получать не будешь, потому что у нас еще и паспорт забирают, то есть на Украине забирают паспорт. Ну, хорошо, если он у меня остался, а у кого-то он не остался. То есть полностью в состоянии заложника. А УВКБО, на котором я недавно, случайно, то есть не недавно, а случайно узнал, что существует еще и такая структура, она прикрывается за различными, как они их называют, партнерскими организациями. Партнерские организации, вот я со своей стороны не могу сказать, что они берут взятки, но вопросы не решают. Особенность моей ситуации заключается в следующем, что я вообще-то от УВКБ проводят беседу, переписывают все подробно, добросовестно. Потом возникает какое-то сомнение, меня вызывают и спрашивают, скажи, есть ли в твоих писаниях, меня преследовали за информационную деятельность, есть ли в твоих писаниях слава Украины? Да нет, говорю, у меня есть писание за Майдан, а не слава Украины, потому что я делаю разницу между урядом и майдановцем. В результате в лицо ничего не говорят, а заочно говорят, что я под критерии не подпадаю. О чем это говорить? О какой-то круговой криминальной поруке между урядами и ведении каких-то действий против гражданских лиц. Ну и в результате идут затяжки. Подаю второй раз дополнительные доказательства, хотя по закону беженец не обязан предоставлять документы. Но я сбежал, я срочно бежал, я бы немножко опоздал и меня бы закрыли, никто бы обо мне не слышал. Я, собственно, и сбежал, потому что там уже дошло до того, что никто слышать не мог, уже все было парализовано, все информационные рычаги. Вот. И, значит, добавляю новых доказательств. Полгода меня муржат на том, я не понимаю, что они их не получили. Оказывается, у них как-то построена электронная почта таким образом, что приложения не приходят. Потом все-таки каким-то образом мы договариваемся, что они получены, эти новые доказательства. Приходит просьба партнерской организации рассматривать. Рассматривают, утверждают. Все. Казалось бы, уже вопрос решен. Причем, говорят, положительное решение. Все, положительное. Но до апреля месяца это положительное решение болтается на уровне партнера. С апреля месяца она болтается на уровне УВКБ. И при том, дальше еще такой интересный момент. Первый раз я прошу обосновать, по каким мотивам я не прохожу по критериям беженцев. И обращаю внимание, что моя особенность заключается в том, что я был за людей против разжигания Третьей мировой войны и за привлечение к ответственности не общего населения, что позволяет душить только это население разозливать, а руководителей кремлевских. Я подозреваю, что таким ответом без мотивации вы производите впечатление, что вы разжигатели мировой войны и разжигатели злодейства. Мне ответы не дают. Так значит он не заботится о своем авторитете? Давай мы сузимся, я тогда задам вопрос, а ты корректируешься, а ты мне ответишь на него. То есть мы говорим о том, что в Управлении Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций, начиная с 2014 года, говорит, что результаты сегодня ты не имеешь. Тебя не утвердили. Пока нет. То есть ничего у тебя нет и ты не подтвержденный беженец? Нет. Ясно. Это еще один нюанс, в котором я говорю о том, что у нас потом Сергей расскажет о своих партнерах и коллегах, которые получили статус беженца, не получив здесь, в Польше или в Германии. Получается, что структура у нас, структура ООНовская, структура Управления Верховного Комиссара, по идее, должны в каждой стране быть одинаковыми, с нюансами национальными, какого-то этнического характера или религиозного, хотя, говорит, это не подпадает под него. Там должен быть жесткий функционал с менеджментом и определенная структура повторяющаяся. Почему-то же Макдональдс повторяется во всех странах и все понимают, что это одно и то же меню. Почему, говорит, здесь это не происходит, тем более, что это европейский стандарт. Я с европейскими стандартами очень хорошо знаком. И тогда действительно возникают вопросы, говорят, а это не политические ли мотивы, а это не там еще какие-то другие, чего быть не должно было быть. Если человек в статусе беженца, вы получили подтверждение, вам предоставили материалы, проверьте, сделайте эту проверку, а еще в большинстве случаев бывает, что у людей в действительности нет документов, но все равно вы обязаны проверить, как вы за это беретесь, обязаны проверить информацию, которая предоставлена, хотя бы первичную, и тогда дайте ответ. Нет, отправляйте куда-нибудь дальше. И мы видим и констатация факта по делу Юрия Резо о том, что сегодня он говорит, за три года, за три с хвостиком года статус беженца получить не смог. Еще одна особенность, я обращу внимание, моя особенность заключалась в том, что я не искал помощи, я искал документа, потому что у меня не было заграничного паспорта, что я, вот я, и я могу куда угодно передвигаться. Если я не угоден украинскому правительству, ради бога, я сам выйду, но я сейчас не могу выехать. Я заложен, у меня нет документов. То есть мы говорим о документе? Да, документ по-другому сегодня получить Юрия Резо. Свобода передвижения и удостоверение лечить. Хорошо, спасибо большое. Тогда я прошу Сережу Хорчука рассказать свою ситуацию и свое мнение о беженцах и в Украине. Так как я знаю, что у Сергея очень много друзей и товарищей находится в Европе или в Америке. Сереж, расскажи свою ситуацию, пожалуйста. Ну, я вынужден был, я хотел уехать из России, значит, просто уехать, но мне пришлось бежать, и я был вынужден бежать, насколько бы не было возможно, уехать в Беларусь. В Беларуси мне не удалось сделать заграничный паспорт, чтобы продолжить свое движение дальше, и я был вынужден обратиться там за убежищем в Беларуси, и там же я впервые столкнулся, то есть встретился со структурами Управление Верховного комиссара по делам беженцев и его исполнительными партнерами, которым в Беларуси является Белорусский Красный Крест как социальный партнер, и Белорусское движение медицинских работников как партнер по юридическому обеспечению беженцев. Ну, там мне плотно сконтактировать со структурами ВКБ не пришлось, а потом мне в предоставлении защиты Беларуси отказали, и в декабре 2013 года я приехал в Киев, где попытался обратиться с заявлением о защите в Украине в миграционную службу, но так оказалось, что пограничники на Киевском вокзале не знают, где находится миграционная служба, дали мне старый адрес, и я промотался по Киеву, но на мое счастье тогда был Майдан, я пришел на Майдан, и Майдан меня принял. И я продолжал свои попытки обращения в миграционную службу, и обратился сначала по телефону в Управлении Верховного комиссара по делам беженцев в Киеве. Они переключили меня на своих партнеров, это организация «Право на защиту». Я у них прошел собеседование, и по результатам собеседования те обстоятельства, по которым я был вынужден бежать из России, то есть за мою правозащитную деятельность, по защите прав инвалидов, потребителей, меня неоднократно подвергали административному преследованию, но я от этого успешно отбивался, даже в одном случае получил компенсацию за нанесенный мне вред. Было сфабриковано уголовное дело по 319 статье УК РФ, то есть эта статья гласит, что якобы я оскорбил представителя власти при исполнении служебных обязанностей, что в действительности этого не было. По этой статье не предусмотрено лишение свободы, но так как статья уголовная, можно человека провести через судебно-психиатическую экспертизу и признать его опасным для общества и закрыть надолго, если не навсегда. Мне удалось избежать этого, я уехал сначала в Белоруссию, как я сказал, а потом я оказался в Украине. Эти обстоятельства моего проживания в России и моих обстоятельств, связанных с правозащитной деятельностью, исполнительным партнером УК РФ по делам беженцев мне были сочтены как подходящие под кредитерии нуждаемости в защите. Потом я находился на Майдане, все-таки я подал заявление на защиту в Украине в миграционную службу, но в связи с проблемами в размещении на территории Украины я был вынужден выехать в территорию Украины и опять в Белоруссию. Потом я вернулся в Украину в ноябре 2014 года, подал заявление в Львовское управление миграционной службы. Обратился там же во Львове в структуру представителя исполнительного партнера УК РФ право на защиту в Львовской области и получил от него ответ, что по заключению УВК РФ им всем запрещено со мной общаться, так как я был признан неподходящим под кредитерий. Я непродолжительное время пробыл во Львове, потом я переехал в Одессу в связи с тем, что там мне предлагали жилье. Я переехал в Одессу и в Одессе произошли события в январе месяце 2015 года. Я участвовал, сначала я сжег публично свой общегражданский паспорт под акцией у Российского консульства в Одессе. Это было 25 января. А 26 января я участвовал в митинге в поддержку Надежды Савченко. Эти мои действия отражены в YouTube, их можно найти. Тогда я повторно обратился в ВКБ, позвонив по телефону из Одессы. И они запросили у меня дополнительные сведения, что я им предоставил посредством электронной почты. Их исполнительный партнер в Одессе, в Одесской области, организация 10 квитня, провела со мной интервью. И в результате проведенного интервью те обстоятельства, которые имели место в Украине, то есть с участием в Майдане, сожжение паспорта, что участие в митинге в поддержке Надежды Савченко были признаны подходящими под категорию нуждаемости в защите Украины и опасности возвращения в Россию. Так как я уже подпадал под юридическую компетенцию УВКБ, я получал право пользоваться социальной поддержкой, которая оказывается другим исполнительным партнером организации, громко именующей себя общественное движение «Вера, надежда, любовь». Я позвонил им, сказал, что я вот такой-то, такой-то. Они мне заявили, что они мне не будут оказывать помощь, потому что они общественная организация. Кроме того, что общественная организация, вы еще исполнительный партнер УВКБ ООН. После того, как я просигнализировал юридического партнера УВКБ, уже социальный партнер сменил позицию, и милости, вы приехали ко мне, инвалиду за 40 километров всего под Одессу, где я бедствовал в тот момент. Потом возникли коллизии. Я был в состоянии судебного процесса, обжаловал отказ миграционной службы в приеме моих документов на защиту Украины. Миграционную службу Украины. То есть я судился с Киевом, да, судился с Киевом, в принципе. Я половину процесса провел сам, а потом подключился юрист десятого квитня. Он по электронной почте написал мне, что он ознакомился с материалами дела и что нужно обсудить детали процесса. Я ему написал по электронной почте, что мы можем это обсудить по телефону, так как добираться мне туда далеко и нет необходимости, потому что все эти материалы дела у меня есть. Это было в пятницу. Он мне написал, что хорошо, что он мне перезвонит в субботу. Я ждал звонка в субботу, ждал звонка в воскресенье. Его номер и телефон я не знал. Офис в субботу и воскресенье не работает. Я позвонил в понедельник в офис, когда изложил эту ситуацию, мне юрист не позвонил пока. А во вторник я был вынужден сам ехать на процесс и целый день занимался делами еще другого беженца, байдановца, которому я помогал. У него были проблемы очень сильные. И вроде бы, когда я ближе к началу суда достал телефон, который у меня обычно на тихом режиме был. Я увидел, что мне кто-то звонил. Я пришел в Одесский апелляционный административный суд и там я увидел этого адвоката. Мне сказал, что я... Я говорю, ну что? Ну а что теперь? За полчаса до суда в коридоре к процессу не готовится. Если хотите, то пожалуйста присутствуйте. В результате потом я был обвинен в том, что я неэтично вел с адвокатом себя и в юридической помощи мне было отказано. С адвокатом кого? С адвокатом партнера УВКБ ООН по юридической части. Вот. В результате вышло постановление УВКБ ООН, что в юридической помощи мне отказано, но и на этом основании мне перестали оказывать социальную помощь. Вот. Мне перестали социальную помощь оказывать. Я обращался... То есть... И после того, как прошел суд, суд апелляционный вынес решение не в мою пользу, я не стал дело продолжать, потому что у меня появились новые обстоятельства. Я хотел подать заявление по новым обстоятельствам, но мою заявление... Сдал старую справку вот такую, которую выдаёт ВКБ, которую выдаёт межрекционная служба. Сдал её в связи с тем, что я думал, что получу новую. До обеда её сдал. А после обеда подал заявление. И заявление куда-то пропало. Заявление пропало. Вместо этого мне начали выдавать некое направление, якобы о моём нарушении миграционного законодательства Украины, якобы я нахожусь в нелегальной территории Украины. Это после подачи двух заявлений. Это после... Нелегальное нахождение в Украине. Да, то есть у меня... И справки на руках собрали. Да, то есть справку у меня забрали. Можно я покажу документы, если можно показать. Да, справка с мокрыми печатями, с фотографиями, со всеми остальными документами. Называется он доведка про звернание за захистом в Украине. Номерная доведка. То есть номерная справка. И после этого миграционная служба заявляет о том, что человек находится нелегально на территории Украины. У меня забрали. И после решения суда о том, что они им обязаны заниматься. У меня забрали эту справку, забрали справку, заявление взяли, не зарегистрировали и новой справки не выйдут. Ну так как я достаточно опытный в этих юридических перипетиях, я сразу начал эту ситуацию фиксировать. Различные обращения в разные инстанции миграционной службы, на уредовую горячую линию и прочее. В результате мне пришлось отбиться от депортации. Уже подавали в Одессе дело по моей депортации. Я пытался объяснить, я поднимал вопрос о продолжении оказания мне социальной помощи в ОКБ ООН и доказывал тот факт, что я законно нахожусь на территории Украины. Эти документы показывали судебные документы, которые подтверждают, что я нахожусь в судебном процессе и нахожусь в законном территории Украины. Эти документы у ОКБ не принимались, ими принимается только справка, только продленная справка миграционных служб. Мне было в помощи отказано. В ноябре 2015 года у меня закончился срок действия пластиковой карты, по которой я получал пенсию в Украине. С декабря 2015 года помощь мне не оказывалась точной. Я был приговорен фактически к смерти. Я бы давным-давно умер бы, если бы не мои друзья по Майдану, которые поддерживали меня, помогали мне материально. У меня диагноз много. Я медикаментозную помощь не мог получать. Все лекарства должны обеспечивать социальные партнеры УКБ. В конце апреля месяца, после моих настойчивых требований и обращений, УКБ ООН согласилась мне выдать так называемое письмо поддержки и полторы тысячи гривен помощи для оплаты незаконно наложенного на меня страх. Я получил у социального партнера эту справку, письмо поддержки, оплатил сформировавшиеся на тот момент у меня долги по квартирной плате и оплате за электричество. И выехал в Киев для решения вопроса с УВКБ, что как мне быть дальше. Я приехал в Киев, зная, чтобы так просто туда не попасть, я устроил пикет перед зданием УВКБ, когда они находились тогда на Лаврской-14. Я попытался пригласить журналистов, но мой заход в Униан не увенчался успехом, а мы не знаем, никого у нас нет, ничего нет. Меня снимал на мой телефон другой беженец из России, Алексей Ветров. Значит, мы стали, к нам, я стал с плакатом Source Help, значит, к нам стали предъявлять претензии нацгвардейцы, охраняющие здание. Я им объяснил, что вы охраняете здание, а улица это не ваша компетенция. Если что, рассчитайте, что-то нарушаю, вызывайте полицию. Значит, в результате ко мне вышел некий мужчина, пригласил меня в переговорную. Это оказался там старший менеджер, как он там у них называется. То есть мы разговаривали в переговорной, я объяснил ситуацию, что там пытался объяснить, что штраф наложен на меня незаконный. На что он упирал, что штраф законный, ну, я увидел, что, ну, в общем-то, разговор закончился ничем. Мы, Алексей Ветров поднял вопрос, что мы не можем трудоустроиться по тем документам, которые у нас есть. То есть этот господин, который изображал себя великого законника, порекомендовал устраиваться нелегально. Это господин Юг Бессо. Господин Юг Бессо, я бы общался с ним. Ну, в результате я выехал во Львов, где в тот момент был на обучении мой друг по Майдану Юрий Касован. И в сопровождении его и другого майдановца Василия Капованца мы пришли в Львовское управление миграционной службы. И под видеозапись мной было вручено новое заявление на защиту в Украине по тем обстоятельствам, что я опасаюсь преследования за свою активность в социальных сетях. Значит, мое заявление было зарегистрировано. Был дан мотивированный отказ. Этот мотивированный отказ я обжаловал в Львовском окружном административном суде. И после обжалования в суде я получил во Львове аналогичную справку. Значит, имея на руках эту справку, я позвонил в управление Верховного комиссара по делам Дежинцева и сказал, что у меня есть справка. Они мне заявили, что если я хочу получать социальную помощь, то я должен вернуться в Одессу, так как во Львове у них по социальному обслуживанию нет. Ну, я вернулся в Одессу. Значит, было возобновлено мое обслуживание по социальному обслуживанию. Значит, мне стали выделяться деньги на предоставленную мне, то есть заранее предоставленную банковскую карту. И привезли мне месячный набор продуктов. Так вот, о месячном этом наборе продуктов я хочу сказать, что мне недавно попала информация о том, как польские власти после 20-х годов положили на питание пленным красноармейцам. То есть и то, что выдало ООН, это то, что выдает ООН, недостаточно, далеко недостаточно для обеспечения питания по физиологическим нормам. То есть и это раз, и продукция, и продукты, выданные мне, были некачественные. Вплоть до того, что рис, который выдали мне, он был с так называемым шашелем, с мучным хрущом. Вот я думаю, что сотрудники ООН и их исполнительные партнеры такими продуктами не питаются. Я по своему военному образованию продовольствую и вопрос обеспечения знаю на профессиональном уровне. Тем более работал в структурах торговли и прочее. Вот, а потом, потом произошла ситуация, что эта справка у меня кончилась, львовская, а новую в Одессе мне не выдавалась. Значит, я поднимал, я находился в состоянии судебного процесса. Опять обратился в УВКБ, объяснил ситуацию. Они мне написали, что, то есть я не могу это, то есть они мне отказали на том основании, что у меня нет продленной справки. И, так сказать, коротко говоря, извините, господин Сахарчук, на вас у нас денег нет. Приехали другие люди, и вы вам помогать не будете. Вот, ну, я как, то есть было тяжелое время, то есть я рассказывать об этом не буду, я опущу. Произошли определенные события, в результате которых снова мне стали помогать сотрудники УВКБО, их исполнительный партнер. Вот, но эта помощь, эта помощь недостаточно как для здорового человека, а для инвалида, тем более. Вот, Сережа, давай тогда подойдем более плотно к вопросу именно юридического аспекта. То есть, мы сейчас констатируем факт, что ты человек с высшим образованием, да, юридически грамотный подклонный, в силу своих политических каких-то действий, мучаешься уже на протяжении там трех лет, доказывая о том, что ты, извини, за прямоту, там, не верблю, что ты беженец, что у тебя есть, правда, такие акции, которые были, там, с паспортом, романтические попоры, там, на всех остальных вещах, то есть и ты публично известное лицо. А я задаю вопросы, я задавал вопросы, мне не нашел ответа вчера, позавчера, вернее, на встрече с представителем Евгении, я не помню фамилию его, УВКБООН в городе Киеве. Я говорю, а что делать, что делать человеку, которого нет, не то, что там, высшего какого-то специального образования, там, не юрист, там, не правозащитник, он, не этот, а если это обыкновенные сельские жители, например, Донецкой области, или крымский татарин, который, говорит, там, занимался тоже, там, гаграрным, не знаю, виноград там собирал, да, условно говорил, он вообще не знает понятия юриспруденции, а когда ко мне, у меня три высших образования, когда ко мне апеллируют юридическими нормами, например, по декларации, по декларации, как она называется? Декларация о защите прав человека основных слов. Да, 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 декларация прав защиты, я почему обращаюсь, чтобы не быть потом, да, это все-таки прямой эфир, чтобы на том меня не обвинили, что я юридически неправильно что-то говорил. Как это можно, если там в конвенции 54 пункта, если мне память не изменяет, если это не больше, и по направлениям? Люди не могут в Конституции Украины запомнить пункт пятый, что он есть власть народа. Народ в Украине и является властью, а не органы, которые представляют сегодня управленческую функцию или менеджерскую функцию. И этих вопросов, оболевших вопросов, говорит, очень большая куча. И что самое интересное, она как снежный ком. Здесь я хочу перейти и дать слово Юрию Шулипе, потому что мы с ним действительно знакомы с Майданом, и тогда, когда он вынужден был приехать из Москвы, и мы стыкались как раз с юридическими канонами, казусами перипетий не только Российской Федерации законодательства, но и законодательства Украины. Юр, покомментируй, пожалуйста, все эти, и свой опыт поделись, пожалуйста, нам. Спасибо. Ну, собственно говоря, у меня опыт на самом деле намного проще. Я приехал в Украину для того, чтобы работать, укреплять украинскую государственность, помогать защитить суверенитет и террористенность Украины от российской агрессии, настолько, насколько у меня хватает знаний и возможностей. Вот, приехал я сюда, значит, я получил гражданство Украины еще два года назад. Основания для получения гражданства у меня были, это пункт абзац 2 статьи 8 закона Украины о гражданстве по происхождению. Вот, и одновременно я также подавал документы для получения статуса беженца, хотя у меня тоже были действительно основания для того, чтобы получить статус беженца в Украине. Достаточно доказательная база, потому что я с самого начала Майдана поддерживал Майдан и европейский выбор Украины, причем я более того, хочу сказать, я поддерживал европейский выбор Украины еще до Майдана, где-то начиная с 2012 года, когда на сайтах официальных органов власти Украины декларировал, что Украина идет в Европу, подписывались различные конвенции и соглашения с разными европейскими институтами. Но, в общем-то, я получил гражданство, и поэтому у меня, слава богу, отпали основания для прохождения всех этих процедур получения беженца, то, что проходят наши коллеги, которые имеют несчастье и все этим столкнулись. Но, как специалист, я полагаю, что данную проблему нужно рассмотреть системно, и причем на двух уровнях. Первое, значит, это микро-уровень, с чем столкнулись люди, и почему у них так все это дело произошло. И макро-уровень – это достаточно глобальные вещи, это те, к сожалению, большинство людей, которые в силу образования и тем, что они являются специалистами, они не могут увидеть. Ну, давайте, значит, просто, чтобы было понятно, перейдем, ну, значит, рассмотрим вот снизу и будем подниматься наверх данной ситуации. Вот, ну, первое, можно, значит, рассмотреть наглядный пример того, почему, значит, ну, казалось бы, да, Украина ратифицировала Конвенцию международную о защите прав гражданства, Украина ратифицировала Международную Конвенцию о защите прав человека основных свобод, а также практически все протоколы к данным конвенциям. Вот, Украина признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Ну, опять-таки, мы смотрим, важно обратить внимание на правоприменительную практику, то есть, как, значит, граждане, а сейчас в данном случае наша конференция, она в основном посвящена именно гражданам Российской Федерации, как они получают статус беженца. Так вот, значит, если в Украине граждане Российской Федерации, значит, ну, сталкиваются с какими-то проблемами, да, а мы видим, что сейчас в Украине огромное количество беженцев, которые переехали из России, и счет уже их идет не на сотни, а на тысячи, вот, и такой информации даже нету не в официальных органах и так далее, потому что, скажем так, миграция – это живой, постоянно меняющийся, динамичный процесс, и его очень трудно отследить, и особенно сейчас в связи с российской агрессией против Украины, да, то есть, количество мигрантов только возрастает, вот, и выходит так, вот, опять, если вернуться к статистике, но я буду, как бы, говорить общими фразами, да, не буду подвигать к конкретным цифрам, еще раз повторюсь, потому что даже, в общем-то, как и в Украине, так и в Евросоюзе трудно отследить, эти цифры, они постоянно меняются, вот, что те беженцы, которые из России приехали в Украину, вот, они поддерживали и как в России, так потом и в Украине, суверенитет территориального церкви Украины, участвовали в различных антивоенных акциях, направленных против российской агрессии, в митингах и так далее, они действительно преследовались в России, вот, причем преследование это носило не прямой характер, скажем так, людей, выгоняли с работы, вот, потом, значит, по прямой характеру это фабриковали административные, затем уголовные дела об экстремизме, например, а мы прекрасно понимаем, как законодательство в Российской Федерации об экстремизме работает, если человек подвергается уголовной преследовании за экстремизм, он, опять-таки, по российским нормам вносится в специальный список Минюста, где ему, наравне как с террористами, замораживается счет, но фактически уже на время уголовного преследования лишается вообще всяких средств существования, у него, значит, приостанавливаются действия банковских карточек и так далее, вот, и это действительно, ситуация очень страшная, поэтому люди не по своей-то воле сюда эмигрированы, вот, и опять-таки, если мы вернемся к правоприменительной практике, то мы можем увидеть, что те беженцы, которые приехали в Украину, столкнулись с украинскими реалиями получения статуса беженца, и не получив статуса беженца, они вынуждены эмигрировать в страны Евросоюза, и вторая страна, которая лояльнее относится к российским беженцам, это Литва, потому что, ну, Литва, и, в частности, Финляндия, вот, то есть, вот, двинокмер страны, по нашему опыту, где люди, которые не получили статуса беженца в Украине, получили статус беженца в этих странах. Более того, значит, другая часть людей движется туда дальше, на Запад, и вот в таких странах, например, как Германия и Франция, там статус беженца еще, ну, согласно, опять-таки, я оперирую к правоприменительной практике, намного проще получить, да, и уже, чем в той же самой Литве и Финляндии, вот, то есть, чем ближе, значит, человек выезжает в цивилизацию, там, где действительно существуют и работают реальные социальные гарантии для беженцев, помощь, а социальная адаптация и так далее, человек там проще намного получать статус беженца, чем вот здесь, вот, в Украине, вот, и это о чем, в общем-то, говорит, потому что те же самые нормативные акты, как Конвенция о защите права человека и основных свобод, Конвенция о защите права беженца, они подписаны, как Франция, там, Литва и той же самой, вот, Финляндии, Силь, да, и Украина в том числе, да, то есть, иными словами, Украина подписала те же самые международные нормы права, вот, но только почему-то мы видим разную правоприменительную практику. В Европе это работает, да, да, во Франции это работает, в Литве это отчасти работает, я не скажу, что Литва дает идеальный статус беженца, но, по крайней мере, по сравнению, Украина отчасти работает, а получается, а в Украине здесь практически не работает, потому что огромное количество людей, вот, они в том числе и ко мне обращаются, вот, и другие общественные организации здесь за оказанием юридической поддержки не могут легализоваться, при том, что у них, опять-таки, согласно европейской правоприменительной практике, достаточная доказательственная база для получения статуса беженца, то есть, они не просто так голословно пришли, какие-то там ссорятся, говорят, вот, вы знаете, им от Путина убежали, там, термпором, они, там, говорят, вот, ну, в социальных сетях, или вот уже конкретно уголовные дела против нас, там, за экстремизмом возбуждены, показывают материалы, там, постановление о возбуждении уголовного дела, там, протоколы о том, что какие-то следственные действия против них уже проводились в России, и так далее, то есть, вот, они уже приходят с заказательной базой, не могут здесь на основании даже этого получить статус беженца. Я полагаю, что проблема заключается в следующем. Опять-таки, теперь я озвучу проблематику, которая здесь находится на микроуровне. То, что законодательство Украины о статусе беженца, внутреннее законодательство, оно не адаптировано к конвенции о защите прав человека основных свобод и к самой конвенции о статусе беженца. Это первое, то есть, нужно действительно эти нормы права доработать. И второе, я считаю, это более важное, это применение норм, правоприменительная практика внутренней, в Украине. Правоприменительная практика как со стороны, значит, государственной миграционной службы Украины, так и, в общем-то, тех международных институтов, в частности, вот, комиссары по праву человека в Украине, и ОБСЕ, и так далее. Те, кто вот, как непосредственно, так и опосредованно занимаются помощи беженцам, потому что, действительно, эти структуры, они, с одной стороны, вынуждены, в общем-то, ну, адаптироваться под вот это законодательство украинское внутреннее, которое, я уже сказал, по различным причинам не соответствует европейскому законодательству. Это первое. Вот. Второе, опять-таки, вот, вернемся к более серьезной причине. Да, как бы, законодательство плохое, вот, неадаптированное, вот, почему? Потому что оно все-таки писалось тогда, когда, ну, скажем так, вот, со времен провозглашения фактической, я уже буду вынужден, как бы, переходить сейчас на макроуровень, то есть на высокий, вот, корень этих проблем, корень самой проблематики. Почему, вот, люди с этим сталкиваются? Потому что само законодательство, вот, оно, в общем-то, ну, тогда еще писалось в Москве вот эти законы, в частности, о, значит, защите права беженства, получения гражданства и так далее. Ведь фактически, да, вот, начиная с провозглашения Украины независимости после распада Совка и до победы Евромайдана, то есть до 20 февраля 2014 года, Украина была фактически российская колония. И большинство законов Украины, они, вот, очень похожи, кстати, с российскими законами, потому что все писалось там, на Старой площадь, дом 4 в администрации президента, вот, а сюда только это дело направлялось, и поэтому, в общем-то, мы имеем такой ситуацию, вот. И, значит, нужно, опять-таки, посмотреть на тех сотрудников, работников миграционной службы, вот, то есть, получается так, что революция достоинства прошла, вот, но улицы остались на своих местах все те же, вот. И, как, значит, современ Януковича, то есть, современ фактической, вот, это, когда была российская, тут внешнее управление присутствовало в Украине, это колониальное, как я еще его называю, добавляю, вот. Так и сейчас, вот, правопримительная практика, к сожалению, ну, практически не изменилась. То есть, если даже мы видим, правопримительная практика изменяется, значит, опять-таки, в лучшую сторону, то это благодаря неимоверным усилиям, которые, вот, оказывают и делают вот эти люди. То есть, скажем так, они своими усилиями пробивают путь, создают правовые претенденты для того, чтобы из России приезжали другие беженцы, и они, в общем-то, улучшают здесь правовой климат. Вот. Они борются с коррупцией, с различными, значит, преступными воспрепятствованиями, потому что, ну, здесь уже не административно, здесь уже действительно уголовная ответственность можно привлекать тех сотрудников милициональной службы и даже, в общем-то, различных международных организаций, которые оказывают незаконные препятствия этим людям в получении статуса. Вот. И это тоже нужно учить в его факторах. А почему, вот, скажем так, уже происходят такие проблемы на макроуме? Это объясняется тем, что не работает, к сожалению, закон иллюстрации. То есть, уже больше половины сотрудников миграционной службы, ну, вообще-то, как бы, за такие вещи, которые они допускают, воспрепятствуют реализации прав людей на защиту, вот, то есть, они подпадают, на самом деле, под уголовную ответственность. Их нужно просто брать, увольнять и, соответственно, отправлять их уже, так сказать, под суд, чтобы с ними разбирались право ходить на органах. Почему они так грубо нарушают, как внутреннее украинское законодательство, так и... То есть, если простым языком, у нас нет исполнения закона? Да, да. То есть, с одной стороны, не работает исполнение закона, вот, с другой стороны, нужно, конечно, проводить иллюстрацию, вот, и иллюстрировать всех вот тех лиц, которые принимают решение о представлении статуса беженца. Согласен, Юр. Ну, иллюстрацию, давай, мы опустим, не знаем о том. Давай, вот, беженца. Я хотел сразу задать вопрос, чтобы у нас там диалог был такой, потому что есть вопросы, которые, на которые я хотел бы акцентировать внимание. С безюридической точки зрения, скажи, вот, был прецедент в свое время, еще в 1921-1922 годах, это нансеновский паспорт, да, то есть, когда бежали из Российской Федерации после Великой Октябрьской Революции, или, там, Октябрьского Переворота, как его называют, люди из Российской Федерации, из Российской Империи бежали, говорят, в разные страны, в разные, кто, кому, куда удавалось. Большинство из них, я знаю, что еще было при геноциде армян, такая же история, там, более 350 тысяч получили этот паспорт, а из России самая известная, насколько я помню, это была старейшина русской общины в Тунисе, Александра Шевинская-Майнштейн, она вообще 70 лет прожила с нансеновским паспортом. Вот мой коллега ездил к ней, он лично ее заставил, что когда она была жива, это дочь известнейшего руководителя флотилии, последняя русская флотилия, которая была выведена из Крыма и добралась до берегов Туниса. Это я напоминаю тем, кто об этом не знает. То есть, ну, прецедент, значит, был. То есть, если был нансеновский паспорт, я всегда спрашиваю у тех руководителей международных организаций, и Ионовской структуры в том числе, и Красного Креста, и ОБСЕ, и НИСЕФ, и вообще кто-то с этим соприкасается, я говорю, ребята, зачем изобретать велосипед? Объясните мне, почему мы не изобретаем велосипед сейчас в действительности? Есть уже был формат, да? Он существовал, там, нансеновский паспорт, с них память не изменяет, там, до 51-го, до 54-го года. Потом его перевели в, там, статус этой справки, или как там, удостоверение, да? Удостоверение, да? Удостоверение, да, они говорят о беженстве, да? Одископоддержке. Но при этом же все, основа уже была положена. Юридическая, международная практика, подтверждение. Миллионы людей выехали, миллионы людей получили этот паспорт, миллионы людей по этому паспорту жили. До того момента, пока они получали либо гражданство, либо там, какие-то еще другие документы, которые были для нормального существования, или для нормальной человеческой жизни. Я не говорю уже, там, о праве выбора, или о себе других, но хотя бы жить. Жить, получить медицинское обеспечение, социальные гарантии и защиту. Всегда человек говорит, первая составляющая, человек хочет жить защищенным. Он хочет, чтобы его жизнь продолжалась, а не закончилась в любой момент, как-то там третьему лицу захотелось. Почему эта практика, как у нас эта практика предусматривается? Ну, сейчас я уже обращаюсь к тебе как гражданину Украины, да, гражданину Украины. Почему в Украине практики вот этого Мелсеновского паспорта или его составляющей, Юрид, напомню, как он называется? Удостоверение беженца, да? Я прочитал из Википедии удостоверение беженца. Удостоверение беженца. Удостоверение беженца выдается государстве. Нет, нет, вопрос имеется в виду... Давайте назовем его удостоверение беженца. Да, вот мы Юре как раз зададим вопрос. Почему сегодня не упрощается схема получения, хотя мы уже имеем фактически, в 22-м году мы будем иметь 100-летнюю практику этого паспорта, а как раз усложняется, добавляется, то есть не создается для позитива, а как раз негатив. По сути, получается, рождение по мукам, только рождение по мукам с научной точки зрения. Или, говорит, преследование с нюансами. В первую очередь, это обуславливается тем, что Украина на официальном уровне официально не признает российскую агрессию против Украины. Извините за татологию. Почему? Потому что если бы это было бы признано, то тогда, соответственно, тем людям, которые являются жертвами российской агрессии, а я вот в частности хочу сказать, что наши совбеседники Юрий и Сергей, они действительно являются жертвами российской военной агрессии против Украины. Почему? Потому что они в свое время, когда находились на территории Российской Федерации, выступали в поддержку сувеницета и территориально-силосной Украины против аннексии Крыма и российской агрессии, военной агрессии на Донбассе. Но были вынуждены уехать из-за вот этого давления, которое там внутри России на них стало оказываться. Почему? Потому что фактически Российская Федерация, ну вот еще, в общем-то, скажем так, с временем нападения на Грузию, и потом, когда Путин пошел на третий срок, она встала на военные рельсы. То есть сейчас в России все институты, как общественные, так и государственные, и прочие работают именно на внешнюю агрессию. И, к сожалению, и Украина этот факт не признает, хотя нам постоянно сообщается о присутствии российских поисков в Донбассе. Мы все видим, что Крым оккупирован. То есть даже факт заброски со стороны Российской Федерации банк в Крым, еще когда сама аннексия началась, по международному праву, это уже является основанием считать военной агрессии против института Украины. Даже не обязательно, чтобы там были российские официальные войска, достаточно каких-то там просто банд, тетушек, байкеров и казачков и так далее. Вот чтобы уже считать это юридическим военным вторжением. Но Украина, к сожалению, не признает на официальном уровне факт российской агрессии против себя. А в темном уровне, ты называешь, это грант конституции, да? Да, но здесь, да, здесь опять-таки нужен комплекс мер. То есть формально... Верховная Рада... Конечно, да. То есть, вот Верховная Рада приняла закон о том, что Крым оккупирован. Хорошо. Я, в принципе, опять-таки, с точки зрения международного права этот закон не носит... То есть, это он носит как бы правоподтверждающий фактор, когда уже и так есть оккупация, этот спецфакт свершился. Но как отдельное свидетельство, что Крым оккупирован, это правильно. Такой же закон нужно принять и о том, что Донбасс, то также Российской Федерации оккупирован. Мы же видим, что и военные, экономические, и политические оккупации он находится... То есть, оккупированность тоже находится под внешней военной... Понятно. А вот я хотел сразу так применительно, потому что я военный человек, мне гораздо проще задавать вопросы и получается у меня какой-то ответ. Даже уже подписав закон, то есть, пройдя в Верховной Раде закон о захвате Крыма, или как ты говоришь, оккупационный обонепь. А при начале оккупации оккупационного обонепь. Тогда получается автоматически беженцы из Крыма, которые имели регистрацию или прописку в Крыму, в Симферополе, Севастополе и в других городах, он автоматически подпадает под то, что он уже должен... Не то, что там прийти заявление куда-то писать или где-то, он уже должен прийти, ему уже должен быть готовый удостоверение беженцев. В общем-то и такая, простите, я вмешаюсь, такая ситуация. Когда украинские граждане с оккупированных территорий появляются в Европе и заявляют о желании получить там статус беженца, им отказывают по формальному существующему 52-го или какого-то года критерию, что они имели возможность переселиться на безопасную территорию, на территорию своей страны. То есть, допустим, они должны были переехать, то есть они должны были переехать из Крыма в Одессу, в Николаев, еще куда-то. Я жил вместе с переселенцами с Донбасса во Львове и в Одессе, и я знаю о том бедственном положении, в котором они находятся. Ну, у них есть какие-то нюансы, по крайней мере, они граждане Украины, они могут там получить, там открыть банковский счет, еще что-то такое, чего мы лишены. На работу. На работу устроиться. Но они в таком бедственном положении, и когда, если они вот сразу, допустим, выезжают с Донбасса в Польшу, или там еще куда-то, то при рассмотрении мировационной службы и их заявлений о защите, им по критериям формальным, существующим в базе, по какой работе мировационная служба, критерия ВКБО, им формально отказывают, что вы могли переселиться на территории, где нет войны, в своем государстве. Им отказываются, им предоставить. Я, кстати, хотел Сергею дополнить, вот, например, очень часто, если мы обратимся к правоприменительной практике в Украине, то беженцам из России в Украине отказывают именно по тем критериям, что Российская Федерация является правовым, демократическим государством и так далее, все по чисто формальным основаниям. А отказывают еще раз повторить. Почему? Потому что Украина не признает факт на официальном уровне российской агрессии против самой себя. И это очень важно. И первое, опять-таки, вернемся, тогда опять на микроуровень, какой-то, спустимся на землю. И вот все вот эти доказательства, о которых представляли здесь, и рассказали, потому что они проводили митинги в поддержку Надежды Савченко, как и в России, и в Украине, в принципе, вот в России вот эти нормы, право, которые там наказываются за экстремизм, там и просто приручение к административу, и вообще, вот само даже законодательство митинга, оно очень такое карательно-репрессивное. И люди, которые в России выходили в поддержку Украины и поддерживают, они очень часто подвергаются преследованию, как в административном, так в уголовном порядке. И уже этого достаточно здесь, например, опять-таки, вот в Украине, вернемся, для того, чтобы этим людям дали статус беженца. У них уже достаточно оснований и доказательств. Но, и это еще раз, если вот обратиться именно к правоправительной практике, потому что, опять-таки, если мы обратимся к духу и букве Конвенции о защите и прочих красных слов, будет Конвенция о защите беженцев и этим протоколам, то, в принципе, по аналогии, по тем прецедентам, которые творит Россия, преследуя людей за их мысли и убеждениями. И вот этих доказательств достаточно для того, чтобы им дать статус выбираться. Повторюсь еще раз, чиновники здесь, потому что, скажем так, закостенели, но надо их уже люстрировать. Им плевать на людей, то есть они, еще раз повторюсь, тут, система ценностей и мировоззрения чиновников, то, что им лишь бы отказать и не заниматься вот этим там сбором доказательств, оценкой и так далее. Это им проще всего. Поэтому они тупо берут и судебная практика, к сожалению, не на стороне беженцев здесь, в Украине, а не тупо говорят, вот Российской Федерации смотреть, написано, вот какая замечательная конституция России, да, вы правое демократическое государство, а где, ну, вызвано, да, что Россия не на стороне беженцев. Я хотел бы обратить внимание на два интересных момента, которые мы сейчас видели из юридической практики, как ведет себя, как я считаю, антиукраинский уровень. Это обращение в ГАГу и суд над Януковичем. Обращение в ГАГу раздувалось о том, что сейчас мы осудим российского агрессора, а когда почитаешь детально, было геноцид Татар. Но, естественно, им отказали. Чем мы занимаемся? Отбеливанием российского агрессора. Против Януковича. Читаем обвинение. Оказывается, он виноват только в том, что он через какое-то время обратился с тем, что за помощью правительства. После событий, я несколько раз обращаюсь вообще в суды на Украине, тут в судах время течет взапно. Аурин занимается отбеливанием российских сообщников. Отлично. Хорошо, тогда мы давайте коснемся все-таки и будем подытоживать некоторые моменты. Я хотел, я сейчас задам два вопроса, но перед этим я хочу сказать, какие люди пользовались национальным паспортом. Вот мне выписку сделали. Владимир Жаботинский, Владимир Набоков, Анна Павлова, Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский, Зинаида Серебрякова, Михаил Шемятин, Илья Лепин, Роберт Лей, Тамара Туманова, Аристотель Анасис, Миллиардер даже сюда попал, и Иван Бунин, я уже не говорю про госпожу Ширинскую. И смотрите, говорит, практика, то есть если мы видим сегодня по факту, что она идет не для всех, она идет для избирательных людей, личностей и особ. Значит, говорит, эта практика по мне, как по мне. То есть нельзя сделать устав гарнизона и коробой службы для одного солдата, а для мажора сделать его другой. Это абсурд, армия не устоит. Нельзя сделать закон для директора института или там директора завода, а для работяги другой. Это тоже абсурд, не устоит, читайте там законы салона. И на своей практике я говорил, даже по участник революции гидности и помаранчевой революции 2004 года, тогда мы просто набирались опыта, здесь мы уже этим вопросом процессом управляли. Я могу сказать о том, что говорят двойные правила, я говорю двойные стандарты, мне очень печально это признавать, но двойные стандарты европейские, американские, русские, или российские, или украинские имеют место быть. Откуда, что тогда можно присоединять это, мы закончим на этом каждое выставив свое мнение. У меня еще, я знаю, у Сережи есть много друзей, товарищей, которые не выдержали или не захотели, или по каким-то другим причинам просто плюнули на доказательства в Украине подобного статуса и уехали за рубеж, там получили, и получили это. Да, Сереж, пожалуйста, значит, о бестном положении беженцев в Украине я узнал еще в Белоруссии, когда смотрел интернет-ресурсы, и там была статья уняновская о том, что бывший шеф УВКБ в Киеве Андресик писал, что в Украине беженец не избавляется от своих проблем, а приобретает новые. Также там были информации о том, что тут были, находились в Украине беженцы из Азербайджана, Эмин и Нигяра Хмедбековы, они очень хорошо информировали о тех заключениях, которые произошли с них в Украине, о той борьбе с миграционной службой и закрывающей нам все это глаза, и даже потворствующей, и вносящей свои, так сказать, элементы управления Верховного комиссара по делам беженцев. Значит, Эмин Ахмедбеков участвовал в пикетировании управления, офис управления в Киеве. Значит, они писали, что их сведения были переправлены в Азербайджан, то есть там шла страшная травля. Некая Дженни Курпен, которая сейчас, слава Богу, после всех перипетий, после того, как они через две страны оказались в Париже, я очень рад за Ахмедбековых, и что они наконец-то достигли, так сказать, тихого уголка мирного. Вот. Также некая Дженни Курпен, участница болотного дела, здесь она просила защиты, и после истязательств миграционной службы и УВКБ ООН, она потеряла ребенка. Значит, сейчас она в Финляндии. Два участника АТО белоруса, я знаю одного по псевдониму, он выступает как Рустан Док и другой там Леонид Николаев, они тщетно пытались получить какой-то статус, какую-то защиту в Украине, их отправляли в Белоруссию, привезите справку, что вас будут там преследовать, типа того, и привезите какой-то паспорт, что-то такое, там, в результате они перешли границу с Польшей, и Польша очень быстро дала им статус беженца, и они нормально, как писал, то есть, когда я поднял вопрос о бестном положении беженцев в Украине, вклинился Леонид Николаев и написал, что в Польше ищущий убежище, если он живет в лагере, то он там обеспечивается всем необходимым, а если он уходит из лагеря, то польское государство дает ему 6,5 евро в сутки за то, что он не напрягает его, это государство, и он может вернуться в этот лагерь, никого не спрашивая. Ситуация в Украине, что человек после подачи заявления на защиту Украины просто оказывается на улице. Просто он идет и если у него нет знакомых, нет денег, ничего, как часто бывает, он просто до собеседования, то есть попадает в мертвую зону, что он не может поселиться в Белоруссии, если человек не может, нет места в пункте временного размещения, законам предусмотрено, что ему оплачивать проживание. В Украине этого ничего нет. То есть просто человек в Украине попадает в капкан. Человек в Украине попадает в капкан, из которого ему нельзя вырос. И что я хочу сказать об УВКБ ООН еще. Значит, то задумка Нансеновского комитета была прекрасная, гуманная, хорошая и спасла жизнь, и дала возможность мирного существования, жизни нормальной многим достойным людям. в УВКБ ООН, это не мое определение, это компания высокоплачивающих бюрократов. Тот бюджет, который выделяется в УВКБ 6,5 миллиардов долларов, он евро. Значит, я, мое личное мнение, значит, что кроме того, всех законных средств, которые предусмотрены на оплату сотрудников и партнерских организаций, кроме тех средств, которые положены, я считаю, что большая часть денег предусмотренных для обеспечения беженцев и внутренних переселенцев прилипает к рукам обслуживающего персонала. Хорошо, спасибо большое, Сережа. Я что хотел с вами еще и обсудить один вопрос, мы так кратнем по каждой свое мнение. Скажите, какие вы видите выходы, какой выход вообще сегодня в этой ситуации, которую мы с вами обсуждаем, есть законная, незаконная, человеческая, мы сейчас не обсуждаем юридии и юриспруденства, а вот те люди, которые на себе уже это испытали. Я думаю, что мы начнем с Юрия, потому что мы правозащитник и юрист, говорит, озвучь, пожалуйста, я потом завершу. Первое, я считаю, что нам нужно сделать достаточно серьезную оценку правоприменительной деятельности миграционных органов, начиная с периода победы, революции, достоинства до настоящего времени. С привлечением серьезных ученых юристов, специалистов, практиков, кто сталкивался, и потом уже направить в форме доклада в Верховную Раду, в Организацию Объединенных Наций, в ИНИ, в ЛПСЕ, в ИНИ, заинтересованные институты, для того, чтобы были предприняты меры на законодательном уровне, без изменения законодательства, и привлечения тех лиц к соответствующему виду ответственности, которые допускали нарушения в ходе рассмотрения заявлений обращения о статусе беженца. То есть, пока, собственно говоря, таким образом я вижу решительство проблемы. От государства мы не видим, не слышим еще ни одного депутата, чтобы было какое-то сделано заявление. Безусловно, ряд депутатов, особенно те, кто оказывал активную поддержку добровольческим батареонам, Майданам, они писали запросы с тем, чтобы органы миграционной службы разобрались в конкретную ситуацию. Но, опять-таки, в соответствии с законом, мы видим, что и даже депутатов, к сожалению, здесь в Украине не с ними слушают. Поэтому здесь нужен достаточно серьезный системный подход к решению данной задачи. Но, опять-таки, судя по тому, что ситуация действительно с беженцами здесь в Украине очень сильно запущена. Это одна из основных проблем государства строительства Украины, как я это вижу. То тут потребуется, конечно, я думаю, один, может быть, полтора года на решение этой проблемы. То есть, мы идем законодательным путем. Да. То есть, вот, нужно, скажем так, нужно идти не только законодательным путем, потому законодательный будет один из инструментов. А здесь важно привлечь широкое внимание общественности, причем практиков, юристов, кто практикует в данной сфере, потом представителей научного сообщества. Ну, в общем-то, я просто рассказываю по своему опыту, то, что у меня уже были в России наработки, нам действительно, вот, несмотря на то, что там такой авторитаризм, вот, как Юрий сказал, что в России правит одна банда, да, но нам удавалось вот путем, значит, сбора вот таких вот общественных мини, сверных различных докладов, вот эту банду как-то подвигать, и они шли нам на уступки, и они говорят, что, как бы, наши требования были удовлетворены, но какой-то процент того, что мы требовали, они удовлетворяли. Вот, но здесь я полагаю, поскольку Украина действительно декларирует, что она право и демократическое государство, которое идет путем Европы, то все эти вопросы можно решить намного проще, и, опять-таки, говорю, просто все зависит от нас, если мы действительно сейчас все объединимся, то мы достаточно быстро, может быть, даже не через год, а может быть, даже через полгода, но эту проблему мы в состоянии решить. Хорошо, спасибо большое. Юр, в общем, рецепт Юры Шулипа, что если бы до гобы до во рту выросли грибы, то было бы очень великолепно, да, и удостоверение мы получали не три года, не три года, а еще два года будем ждать. Рецепт, конечно, великолепный, но я считаю, что... Твой рецепт. Мой рецепт такой, признать, во-первых, то, что есть положение. Положение такое, что Украина, державы, нема. Далее, уряд злочинский, далее, выдание зов внешнего управления, не схидного, а, может, захидного. Один рецепт. Инший, цены выимать, и люстрация за допомогою лихтарного стопа. На что нас провокует, всех людей провокует влада. Я не сторонник цього шляха, но и чемусь она это хочет. И неформальные, ильшие выходы, это нелегальный перехид через Кродово. Спасибо большое. Сереж, на моем мнении? Ну, я еще, будучи на Майдане, пытался организовать встречу с тогдашним представителем ВКБ Андрусиком, для того, чтобы не вложить свою позицию о тех бедствиях, которые терпят беженцы, и что я считаю, что можно, нужно было сделать. А обращался я к обзорсмену Украины, госпожа Лутковской, просил принять меня, так как я полагаю, что она обладает правом законодательной инициативы, чтобы были внесены изменения в закон о беженцах. Ну, мне в этом было все отказано. Она обзорсмен Верховной Рады Украины. Да, обзорсмен Верховной Рады Украины. Я считаю, во-первых, нужно привести вот эту базу критериальную и прочую ВКБ ООН к существующим реалиям. То есть, то, что было в 52-м году, сейчас уже неактуально. Неактуально. Значит, пересмотреть нормы обеспечения беженцев, ищущих убежища, то есть, и, естественно, привести к какому-то соответствию нормам международным внутренней законодательств Украины. Спасибо большое. А, Шея, я пропустил учебы международных органей. Чей Европейский суд, что организация объединенных плясов, они перетворились в прикрывающие, вкрывающие структуры злочинской экспансии. Тобто, их требует эффектизываться. Отлично. Я не буду спрашивать, каким способом, потом переговорим. Я, насколько помню, ты обращался в Страсбург, да? Мы в Страсбург, будучи еще в России, собирали доказательства построения злодейского государства 1998 года. Какой ответ был? Ответы полные, немотивированные отписки вначале, причем шла какая-то мотивация, ни одно заявление не принято. По положению Украины в Украине два обращения, тоже заявления не принято. Но, с одной стороны, в связи с тем, что рассмотрение не закончено, но украинская власть играет на то, что она не будет закончена никогда. Отлично. Спасибо большое. То есть мы видим еще обращение в Страсбург и международные суды и международные организации и игнорирование как российских граждан, так и украинских граждан и понимаем о том, что у нас наступил коллапс. коллапс. Мы берем европейско-азиатский, я как президент европейско-азиатской ассоциации, европейско-азиатский коллапс. Законодательный и личностный и моральный. Я предлагаю в свою очередь сейчас вам здесь, в открытом эфире. Во-первых, я хочу обратиться к руководителю с 1 января 2016 года стал Филиппо Гранди. Я его поздравляю с тем, что он был назначен верховным комиссаром по вопросам беженцев. Вторым моментом я прошу его разобраться в ситуации по Украине. Никаких жалоб мы писать не будем. Это обращение мне достаточно для того, чтобы меня услышали в мире. Я по своим возможностям, по своим связям попробую сделать таким образом, чтобы меня услышали в Европе непосредственно. Я недавно только приехал с поездки по Европе по четырем странам. Мы были в Словакии, в Чехии. Мы были в Словакии, в Австрии, Германии и Польше. Проехали больше 57 городов. Я возил туда национальную программу «Скорбы Украины». И мы видели реакцию людей. Обычных людей, чиновников, полицейских и как работают конституции. После этого я вернулся в Украину. Второй раз я уже не поехал с своей загруженностью. И сказал о том, что мне, например, в Европе, в том виде Европы, которую я сегодня вижу, как украинцы, делать нечего. Я не хочу, чтобы тот европейский стандарт, о котором они говорят, сегодня перешел ко мне в Украину. Сделаю максимум для этого необходимого, чтобы подобные вещи здесь не повторились. Это мое официальное заявление. И просьба, опять же, я говорю к Верховному комиссару ООН, чтобы он дал либо официальный ответ, либо обращение таким же образом, как и мы сделали публичное, на ситуацию в Украине. То есть прокомментировал ситуацию в Украине по сегодняшнему круглому столу и по факту заявленному нами в прямом эфире. Второе мое предложение. Всех граждан, которые, всех стран, которые потерпели или когда-то имели непосредственный контакт с беженством, как явищем, как явлением и беженцами непосредственно, кто помогал, кто организовывал, кто переправлял, кто документировал или защищал, чтобы они могли связаться со мной, непосредственно я есть в Фейсбуке, потом я скажу, какие у меня там номера телефонов, чтобы это было неголословно. И по возможности писали непосредственно мне. Почему? Потому что комитет по помощи беженцам и переселенцам всеукраинского громадского политического объединения Майдан, я принял решение, перевожу его под институт народного англусмена. Потому что сегодня эта проблема настолько актуальна стала, настолько, говорят, люди находятся в бедственном положении, а так как общественность это уже не Майдан, общественность людей уже не поддерживает в том широком аспекте, в котором это было на Майдане, то люди находятся в действительно очень печально плачевном положении. Особенно те, которые являются инвалидами или больными людьми. А я могу сказать о том, что пережив этим людям нужно, они совершили гражданский подвиг, этим людям уже при жизни можно ставить один общий памятник к неизвестному солдату в Берлине стоит по поводу их гражданской позиции. Третье мое предложение это к людям, которые сегодня являются правозащитниками в каждой стране, демократической стране. Это Макаревичу у меня обращение, просьба Лилия Хиджаковой, из тех, кого я знаю, я не знаю, может Юра сообщит господину Каспарову подобную просьбу и заявление объединить свои усилия в действительности под структуру Международного Института Демократии, который тоже находится под структурой народного мусульмена Украины, я имею ввиду, я могу партнерские отношения, могу говорить и с российской стороны это, и с литовской стороны, то есть с Прибалтикой, и с Германией. А так я в свое время представлял Украину в 53 странах мира, я думаю, мне это не будет сложно сделать. То есть я заявляю, что мы комитет помощи беженцам и переселенцам переводим статус под управление народного мусульмена Украины. И мое предложение к вам, ребята, это чтобы и моих партнеров, я сейчас озвучу еще одно предложение, у меня есть мой хороший друг, не побоюсь этого слова, и коллега, и партнер, руководитель объединения аграриев, и от него пришло очень хорошее предложение, буквально перед эфиром, чтобы мы рассмотрели такую возможность реализации для беженцев реальной, реальной, оказания реальной помощи и социальной поддержки и гарантии таким образом статуса, то есть того, чего не гарантирует сегодня президент страны, президент Украины, сегодня как грант Конституции. И чтобы мы поддержали тех людей, которые симпатизировали Украине и отстаивали ее права целостности и суверенитет, есть программа Аграрный РУХ 500, он называется Аграрный РУХ, РУХ это движение, переводится Аграрное движение 500, это когда фермеры будут иметь определенное количество земли, на которую они обрабатывают, могут обрабатывать и после этого еще отдавать социальную часть, то есть десятину, я назову так упрощенно, десятину. И те люди, которые инвалиды, беженцы, пенсионеры, могут пользоваться этими благами, причем материальными. Тогда не будет риса шашелем, а будет прекрасное зерно первой категории, или кукуруза, или коров, или соя, высшего качества, а украинская земля славится этим, и я думаю, что люди пока улучшат свое здоровье. И второе, второй проект у них есть, обширный, сегодня он имеет место быть уже в нескольких направлениях, это хутора, национальные хутора, создать таджикский аул, русскую деревню, но они называются хутора, поселения по национальному признаку, болгарское поселение, немецкое, поволжское, где-то... Руслан, извиняюсь, я вынужден вмешаться, почему, потому что мы видим сейчас какая ситуация с украинцами, особенно в Киеве, то, что люди, которые приезжают из России сюда, причем это не только беженцы, а просто те, кто, например, по бизнесам вынужден переехать из-за санкций и по другим причинам здесь жить, они видят, что оказывается здесь русских больше живет, намного, чем украинцев, и получается куда сидеть, если у русских и так здесь огромное количество, может быть вопрос, если этнический, то надо уже по другому поставить. Я скажу, что это еще добавляем, если мы сюда добавим еще культурную программу, обмен, обмен культурный, то есть русские традиции есть, армянская диаспора, традиции, узбекской, еще там какие-то, я напомню, что по статистике в Украине живет 138 народов и народностей. Руслан, это понятное дело, но просто количество русских здесь огромное, русскоязычное, и оно уже угрожает русскоязычное украинцев. Я не буду сейчас даваться в политику, мы говорим сегодня о русской политике, а о возможности. Я вот лично, понимаешь, Руслан, у меня есть две точки зрения. Первая точка зрения профессиональная, как юрист, который оценит, и вторая точка зрения личная, потому что все-таки я на стороне Украины, и я за защиту ее, в том числе, судит и вся анасоциальность. Я считаю, что такое огромное количество русских, которые здесь... Юра, поскольку ты перебиваешь, то и я себе позволю вмешаться. Если хотите, вопрос идет не о количестве, а о качестве. Хутор не увеличит количество русских. Хорошо. Все, давайте мы завершать будем, потому что у нас эфир ограниченный. И обращаюсь еще к диаспорам, украинским диаспорам. К сожалению, я имею отрицательный опыт общения с украинскими диаспорами. Почему? Потому что, наверное, я Расулов Руслан Сайфулович, но я напомню тогда всем людям, что я есть гражданин Украины, я никуда, говорит, отсюда не уезжаю, ни в Канаду, ни в Америку, ни в Европу, и не планирую в ближайшем будущем. Я являюсь офицером вооруженных сил Украины, запаса. У меня нет проблем с тем, что я являюсь действительно Расуловым Русланом Сайфуловичем. Так получилось, что мой отец таджик, потому что моя мама украинка. Ну так у меня и дед русский, извините меня, и бабушка полька. Так что мы теперь будем делать? И мне в какой хутор, говорит, бежать? Я сразу отвечу вопросом на вопрос. Так вот, говорит, у меня украинский хутор, я живу в своей стране. Здесь моя родина, здесь я ее защищаю, и буду делать все так, чтобы все законы, которые так или иначе написаны, утверждены, международные конвенции, все-таки имели место реализации. А я сейчас говорю об украинском хлебосоль, не говорю о русскоязычном украинском, из украинско-украинском, или там, я не знаю, и армянско-украинском, или там, азербайджанско-украинском. Нет, мы говорим сегодня о гражданах Украины, которые продемонстрировали и продолжают бороться. Я считаю, что это один из самых свободолюбивых народов Европы, если не мира, потому что у нас уже не только, говорит, две революции прошло, у нас идет война, и война идет за свободу. За честь, совесть, за право жить и называться людьми. Поэтому, украинская диаспора, кто меня слышит, и кто меня увидит, или до кого дойдут мои слова. Я могу рассказать, это украинской умовой. Она для меня не только государственной умовой, она для меня и родной умовой. И хочу снова вам наголосить, что если мы сделаем соответствующие комитеты, або сейчас мы выполняем статью 5 Конституции Украины, а Конституцию еще никто не изменял, а если даже будут какие-то изменения Конституции Украины сегодняшнего времени, то мы поднимем Конституцию Пилипа Орлика, а там, каже, это первая европейская Конституция, 1700, насколько я помню, 10-го року. То есть, проблем нет, мая, то есть, люди, ну, не можно ставить и претворить на стан звера, або животного, да, человек сам может на это уподобиться, даже в концлагерях люди с сильным духом не позволяли себе подобные вещи. Украина будет продолжать свою борьбу освободительную, я думаю, что мы победим, правильно сказать, побеждать даже нечего, мы уже победили. Только вопрос теперь организационной структуры. Организационная структура должна быть четкой, слаженной, она должна основываться на законах и эти законы у нас прописаны, они есть, мы теперь будем добиваться исполнения. Но международную спельноту, то есть, общество, я прошу не оставаться в стороне, почему? Потому что сегодня Украина в таком положении, завтра может быть любая страна Европы. Завтра мы уже видели, какие проблемы были в Греции, мы видим, какие проблемы сегодня в Турции, мы видим, какие проблемы сегодня в Германии. Если по статистике я могу озвучить ту статистику, которая дана официально на немецких сайтах, я специально встречался с немцами в Германии и разговаривал с ними об этом, то сегодня уже правлением органов власти Германии недовольны каждый третий немец. Мы гарантируем о том, что завтра это может произойти в любой стране Европы. Поэтому давайте не разъединять, а давайте объединяться. Еще бы разоглашу или подведу итог. Как говорил Штирлиц, это Максим Исаев, Штирлиц у нас Максим Исаев, Абурман был с ним согласен, что если мы объединим усилия, а сейчас мы объединяем усилия на конкретном, по конкретному направлению, по беженцам, я сейчас озвучиваю именно комитет по помощи беженцам и переселенцам. И не только российским. Не, 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 мы говорим о комитете как таковом, который подпадает под эгиду Международного Института Демократии, всех демократических стран, стремящихся к ним или демократически настроенных людей. Объединить свои усилия. Мой телефон в Украине плюс 38 код 050 310 56 10 это МТС оператор, плюс 38 067 406 38 46 это Киевстаровский оператор, почту я сейчас не назову с латинской аббревиатурой, а в фейсбуке это Руслан Расулов. Вы увидите эту страницу, кстати, там есть же с ней перекрестная страница Народный омбусмен Украины, а я напоминаю, что я был избран представителями 14 областей территориальных громад, это еще один момент, что территориальные громады имеют право на своей территории организовывать фактически любые поселения. И в данном случае я хочу сказать спасибо объединению Агрария за то, что такое предложение есть, а оно реально. Я видел эту землю, которая была выделена под хутора и я заснул на интернациональные сотни на Майдане, могу сказать и сам интернационалист по крови, могу сказать о том, что подобное